Последний Это символ современного мира Спирт А спирт Есть такой анекдот, что спирт это дух Да, как говорится Да, последние события показывают, что в мире очень интересные дела происходят Все начиналось как как говорится, как обычное такое, да, чрезвычайное положение как какая-то реальная катастрофа ну там комета, допустим, упала землетрясение, Чернобыль там, ядерная война Все начиналось вот так, да То есть мы привыкли в мире, что все происходит реально, да, падает взрывается Чернобыль катастрофа, все все хватаемся за голову Ужас Там Гитлер начинает войну все собираются начинают с ним бороться Это то же самое как бы вирус пришел, пандемия все испугались начали достали оружие воевать с ним а потом оказалось, что непонятно а никакого вируса то ли есть, то ли нету и вообще вирус забыли и появилась какой-то абсурд политика игры какие-то очень классический постмодерн и в постмодерне парадигма постмодерна говорит о том, что мир он абсолютно бессмысленный все есть хаос нет никакой истины то есть мы не можем сказать, что это не белое не черное все опять приходит упираться в том, что действительно можно взять банан приклеить к стене и сказать, что это великое искусство и продать это за миллион то есть вот все к этому пришло к абсурду и вот мы сейчас пожинаем плоды мы сейчас живем в самой такой гуще постмодерна а люди старые парадигмы они все про теории заговора про каких-то масонов да прошу вас ну про масонов я не имел в виду что я как-то у меня старое мышление наоборот ну те, которые веришь и люди мы знаем что идут Гаджал идут его времена и он будет править миром Гаджал это антихрист ну скажем да Люцифер антихрист там жена с главы Иона богословного там он описывает даже его число пишется там это в Библии а у нас по хадисам как мусульман шло мусульманскому от пророка и от святых и от девяносто имам что придет антихрист даджал даджала это переводим на нынешнюю ситуацию да оно как-то диджикал и те же буквы и те же этот слой даджал диджикал значит цифровое даджал это он придет в цифровое время и он будет в цифровом мире даже говорят он будет такие вещи творить обогащать людей обольщать людей так скажем даже начитания на руках будут вот это как бы сказать в конце времен так понимаем что цивилизация пришла к такому тупику нечего делать войны не могут делать ничего не делать и из этого они как-то что-то новое для мира создают и это хаос как вы объяснили перед тем которым новым русском как бы вот им шафт прогрессе нужно вот хаос потому что теория хаоса есть перед чем как-то перейти в новую эру новые русла по нашим вересповеданиям вот было время рыбы ведь говорят это где-то тысячи чем-то лет тысячи двести пятьдесят лет или меньше сейчас пошло время водолея даже в куране есть аят что вот моисей когда навстречу с хазыром ходил навстречу там они взяли с собой рыбу и эта рыба оживла она упала в воду значит от рыбы мы переходим в эру водолея сейчас мы пошли в эру водолея в 2019 году вот эта эра показывает свое лицо свое и хорошее и плохое и настоящее и будущее вот по Корану вот на арабском языке есть слова вот это существительные и там глаголы настоящее время показывает и будущее время показывает по аяту видно что настоящее будущее я могу вам подсказать вот подождите сурья чав 9 аят там говорят что рассказывают про асхаву чав и асхав рагим рагим это цифра цифровое и говорят это из наших чудесных аятов то есть по переводу по толкованию выходит что мы в таком скажем пике да вот развитие что вот вот этот цифровое мышление цифровое не дарят мы просто как это управление приводит к тому что нужно из одного центра управляться к этому мы двигаемся в центре так скажем да вот пику из одной точки вот скажем youtube канал youtube коголей скажем и другие каналы скажем то что создано она управляется с одной точкой и это практикуется на практике есть в цифровом мире и в реальном мире и вот кстати то что ты сейчас говоришь это как раз типичная иллюстрация той постмодернистской каши в голове которая о которой я и говорил да то есть приводить логику смысл в абсолютно бессмысленные вещи опять же обосновывать то чего нет смысла хаос какими-то мифами о хораническими мифами какие-то древними сакральными знаниями какими-то учениями древними да о конце света книгами вот этими религиями или же нью-эйдж вот этот каша из нью-эйджа потом ты сюда приплел уже и цифровизацию все в общем все один винегрет смешал и хочешь из этого сделать какой-то придать какое-то это да что у этого есть как бы основания что не просто так происходит что за этим что-то стоит есть что-то логический ход истории да что-то какие-то законы стоят а на самом деле как раз таки ну да это психология человека придать то есть человек так устроен что он обязательно гештальт да он должен завершить если он видит вот эти пятна да какие-то он должен этому придать какую-то форму и вот вы придаете этому форму и начали чипизация там не знаю заговор Билл Гейтс там все-все-все-все бла-бла-бла что за этим все за этим коронавирусом стоит какая-то система какие-то силы стоят хаос в Америке что это все кто-то управляет что-то хочет творить а я говорю что это все не так что просто это бессмысленно как стадо баранов просто паника пошла и никто ничем не управляет а вот эти то что сидели там правительство правители президенты они такие же бараны которые ничего не знают ничем не могут управлять вот эти все государства это все оказалось король голый а король-то голый то есть все все эти мировые структуры они точно в таком же абсолютном неведении да нахуй ну это вот сейчас знаменитый мем что это не тайная ложа а большая лажа то есть это все показало что действительно мир это хаос бардак никаких этих не существует опять же да если углубиться там сознание теория сознания теория подсознания что нами управляют какие-то подсознательные какие-то силы то есть нерациональные силы да то есть любой человек на своем примере знает что вот эти все неврозы психозы что это такое то есть тонкий слой сознания ну малейший выпил чуть-чуть вот этого спиртика понервничал увидел красивую девушку и все и вот этот свой сознание резко уходит или паника наступает да какая-то драка что-то все и начинается хаос естественно а в другом нарративе традиционном говорят что это эсы внутри человека начинают управлять человеком да что джинны начинают шизофреник психически больной человек им начинают управлять какие-то кукловоды тайны то же самое про любую ситуацию в политике в мире шустрые люди деловые люди они это все понимают и это используют для построения своих бизнес-империи для укрепления своей власти ведут войны устраивают всякие бардак то есть вот с чего это началось люди вот эзотерика говорит человек век через век все повторяется например пример 102 года тому назад был вирус испанский крип правильно 102 года раньше его была какая-то вирус история как бы человек что он наблюдает от наблюдения приходит к какому-то миру что вот этот мир управляем она как бы повторяется история повторяется значит выходит что та же программа так скажем да сейчас идет перезапуск новой программы скажем если по нынешнему языку говорить перепрограммирование этого мира это как бы повтор но в другом плане была испанка раньше была какая-то вот я не помню какой-то вирус 24 лет назад а сейчас пошел коронавирус значит это повторяется как программизирует погоду наблюдение правильно что завтра будет тепло или завтра будет это человек наблюдает и по коронавирус стокам да шахид там говорят шахид это наблюдение тот человек который наблюдает с какой стороны если с божественной стороны это шахид а если с дьявольской стороны то скажем он шахир там или мушри другие названия есть две противоположные скажем полисовые и минусовые поля без полей почему вот уже наш мировой пришел к этому точку потому что уже сейчас не стало полисов плюс или минус как-то был Советский Союз противостоянство Соединенных Штатов было например противостояние например Османской империи с Европой когда-то была Римская империя и другие страны это должно было быть противостояние когда противостояние есть выходит как бы наблюдается истина а сейчас мы не можем наблюдать истины потому что нет полисовой есть только минусовой этот полис сейчас все идет к минусу вот мышление вот информация это минусовое из-за этого мы не можем увидеть истину как бы говорит вот есть такая притча да вот рыба плавает в море и говорит объясните мне пожалуйста что такое вода приходит к мудрецам рыбам спрашивает что такое вода они говорят вот это то что ты живешь это есть вода нет он не успокаивает когда он попадает в сеть и уходит на сушу когда он как бы перед смертью он понимает что жизнь была вода как бы сейчас нам объясняют что вот то что вы видите и это и есть жизнь и это есть как бы правда а правда такой нет правда как-то как-то было потому что нужно вот минусовой плюсовой полис чтобы был актив чтобы было структуру да ты опять хочешь понести какие-то законы например человек создал структуры у нас кровообращение 23 секунды у нас кровообращение 120 на 80 все это математика все это как бы сказать информатика и математика программирование наша жизнь как бы основная часть ее есть программирование вот солнце выходит восходит даже можно посчитать когда будет новолуние полнолуние и так далее это мое личное и в этом процессе есть люди которые как бы из этих положений хотят использовать свою выгоду я думаю что у них что-то не получилось у них пошло не то мир совсем по-другому приняло может быть это есть у нас есть хадис дьявол иногда то что он делает он богу-богу не знает может быть богу-богу пошло люди наоборот начали тенить жизнь работали с утра до вечера сейчас они поняли что такое работа что такое семья что такое работа это пошло как бы так называется эффект мумыран как бы бросили за птичей она возвратилась к нему самому насчет работы это рабское мышление это рабское привычка импринт который проявили человеку 200 лет назад что надо работать с утра до вечера а на самом деле человек не должен работать и он никогда не работал и муж взять Карла Маркса он у него есть маленькая книжка он так и пишет там что все вот эти вот то что рабочие мечтают о 8-дневном труде о профсоюзах что у него была работа все он приходил на завод уходил это все ему в голову как собаки Павлова внушили капиталисты и человек просто стал роботом работа дом работа дом то есть человек попал в цикл и никакой вот этой закономерности не существует а это все психология рабское мышление когда человек попадает в какие-то структуры системы в рок а вот если говоря вашим нарративом языком то это есть как раз дьявольское мышление мышление структурами мышление циклами а абсолютная божественная свобода это абсолютный как раз таки хаос свобода анархия мать порядка анархия это не свобода свобода вот например мы сидим в одежде правильно есть какая-то черта мы не можем безупреждать одежда не можем не сможем сейчас это условные правила голым видимо можем нас или арестуют или же народ нас камнями заброс кто такие мы пролетим просто Шихова или Мердакян и там мы будем ходить на пляже голыми в Баку специально отведенные места а есть нет а здесь мы сейчас устроим марафон спортивный и побежим в майке и в трусах есть какие-то черты что человек не может вот ты работаешь полицейский который снимает он тоже наоборот тот день голым вывели парни полицейские сами голым вывели парни что тоже нормально это была ошибка их ошибка они не смогли как-то вот свою работу как-то провести профессионально это не профессионально я про это не говорю профессионально ты представляешь вот это я про то что вот есть чертах чистый так свободы нет свобода это чего свобода твое прихоти твой этот ты что если пущим 手 твое вот это эго от своего эго как бы освободиться свобода это освободиться от твоего я Свобода это не то, что ты что хочешь делаешь и что хочешь. Нет, это не свобода. Если такой свободы будет, ты не сможешь дома сесть на Армане, у тебя будут нападки, нападения будут. Я буду защищаться. Ну как ты будешь защищаться? Кто не будет нападать, ничего не будет. Нет, такой свободы, свобода это совсем другое. Свобода не то, что анархия. Свобода наша душа в нашем теле, она как-то в каком-то структуре. У тебя две руки, у меня сочли одну руку. Две руки, глаза, голову, уши. Это структура, ты работаешь, ты пьешь, ты разговариваешь, ты беседуешь, ты пуляешь. Какая-то структура нужна, без структуры невозможно. Вот дерево где-то посадил, например. Над камнем же дерево не растает или, скажем, продукты питания там подобное. Как раз такие хорошие, вот сейчас это называется как-то дискуссионное мышление. Когда в процессе разговора мысли рождаются, я сейчас увидел, как шаман увидел. То есть, когда начался вот это вот коронабесие, вот эта пандемия, вот эта инфодемия, да, информационная пандемия. И когда рухнули старые структуры, то что произошло? Человек, как шизофреник, да, вот шизофреники, да, казалось бы, у них тоже, да, хаос наступает, все рушится. Но они опять же, чтобы как-то, чтобы спастись от страха, начинают создавать какие-то структуры. Но эти структуры неправильные. И вот то же самое, вот хаос начался в мире, да, всех заперли дома, локал, границы закрыли, все, да, работа остановилась, все, мир остановился. Но вот эти структуры, правительственные органы, как шизофреники, начали по-любому создавать какие-то запреты, условия, какие-то структуры, да, там, штабы, специальные штабы по управлению хаосом. Там специальные штабы, там, Табиб, как это называется у нас, в Баку это как-то называется. То есть, лишь бы что-то делать, чтобы не сойти с ума. Вот это у тюремщиков, чтобы выжить в тюрьме, в концлагере или на необитаемом острове, или во время хаоса, паники, войны, нужно обязательно что-то делать циклическое, какую-то структуру, цель поставить. Да, допустим, считать шаги, там, не знаю, считать восход, заход, солнце, да, то же самое, там, допустим, строить замок на песке, волна будет его разрушать, но ты его все равно строишь, у тебя есть какая-то цель, повторять какие-то стихии, какие-то циклические вещи делать. И вот сейчас в этом хаосе правительство, оно что делает? Оно само, как шизофреники, растерялось, и что делает? По субботам, воскресеньям запирает всех дома, носите маски. То есть, опять же, из-за страха хочет создать какую-то видимость структуры, видимость чего-то. Нет, мы все-таки управляем, я управляю, я это. А на самом деле, они не могут себя отпустить. Отпустите. То есть, вот эта вот ситуация в мире показала, что правительство действительно, это все абсолютно фейковые, бессмысленные структуры, вся эта бюрократия. И, кстати, в том же Коране написано, что правители – это преступники. Это Кейтар Джаман постоянно говорит. В Коране написано, что любое правительство, любая структура – это преступная структура для угнетения человека, человеком-человеком. И как раз анархисты, Бакунин, там, не знаю, там, все, кто у них, вот эти ребята, они как раз говорили, что мама – анархия, папа – стопан. Нет, например, наш имам, имам Али, алейсалам, алейсалам, всегда говорил, от него есть хадис, что даже страна, которая не верующих, так скажем, да, Чафир и Мушриков, там тоже нужно управление. Без управления невозможно, мы же не звери, даже у зверей есть управленческие структуры. Даже, например, у волков, вот именно, даже у них есть, но мы же не звери. Без управления, без управления, потому что по карантистическим взглядам, вот, если имам был, пророк Соломон был, он управлял над джинами, над шайтанами, над людьми, он не управлял. Насчет вот этого, то, что в мире происходит, я думаю, что это, как бы, предсчетствие, как, приходы на власти, да, нового этого даджала, скажем, лютифера, антихольца, как хотите назвать. Его времена придут, даже пророк говорит, что вот, опасайтесь его времени, будет трудно в его времени. Вот его времена наступило, у него, как сейчас появляется, он сразу себя показывает. Сейчас вот в Соединенных Штатах, вот, это противостояние, я сейчас думаю по интернету, то, что я прочел и посмотрел, там, вот, сатанисты с евангелистами, там идет война, так скажем. Не гражданская война, а веровая война. Говорят, что евангелисты во главе с Трампом, они боются сатанистов. Так говорят, ну, увидим, проживем, увидим, что это значит, что это значит, что это значит.